Альманаха ступени Основные пути, особенно исторические такие рельсы, которые определяют сегодняшнее время. Поэтому обзор прозы я решилась назвать, озаглавить. Добро и зло, истоки и следствия. Проблемный обзор прозы ступени 2022. Вполне закономерно, что переживаемый невиданный исторический период оказывает и видимое, и подсподное влияние на человеческий мир, на наш сегодняшний мир. Он обостряет прежде всего нравственные проблемы. Он поляризует этот человеческий мир. Мы видим эти происходящие сегодня процессы. Усиливается потребность в обращении к миру природы. Она всегда существует, но в такие моменты переломные, в моменты обострения, она, эта потребность, наверное, усиливается вдвойне. К миру природы. Воссоздание единства природного и человеческого мира. Вполне естественно, желание приникнуть к каким-то истокам, увидеть взаимосвязь всего и вся, земного и планетарного начала. Буквально вот с этих идей и начинает свой почерк Александр Молосков. Он и заглавливает их так. Истоки добра и зла. По его убеждению, полезно напомнить нашей вечно суетящейся публике об основах нашей жизни, особенно ее этических началах. И сопрячь эти начала с происходящим сегодня. К теме истоков добра можно отнести очаг Сони Байсовой, «Малая Родина». Это гимн, уже ставший чужестранкой героини, гимн во славу своей Родины, куда она приезжает. И ее взору, и взору ее детей, которые с ней приехали, предстает не запущенная Родина, малая, а ухоженная Родина. Какой-то новый мотив, потому что мы привыкли к тому, что раз человек приезжает по свою Родину, то, как правило, он встречает вот такое вот запустение, какие-то, в общем-то, ослабление какой-то человеческих контактов. А вот Соня Байсова говорит о том, что она радуется вот этой ухоженности мест, радуется тому, что увидела своих бывших земляков милыми, симпатичными и доброжелательными. Она еще говорит о том, что успешно при таком понимании и при таком отношении к Малой Родине нужно обязательно воспитывать нашу молодежь. И вот она дает пример того, чтобы она приехала со своими детьми, и эти дети, очевидно, будут уже, конечно, другими. К культивируемой теме воспитания примыкает рассказ Аллы Ермак «Тороплюсь жить». Сама педагог, она отлично осознает, сколь трудно вернуться к добру трудных подростков. И сделать это возможно только возвратом к любви, к теплу семейного очага, к мудрому отношению к человеку, к мудрому и терпеливому отношению к человеку. И даже пусть и не полная семья, но должна быть все-таки семья. Потому что только в этом, как сказать, вот в этом кругу, в этом очаге, возможно, как сказать, от что бы человеческая душа оттаяла. Иначе это очень сложно. Своеобразной перекличкой с разбираемыми авторами предстает педагогический очерк Сергея Лаврова «Не сосуд, а светильник». Контрастно сопоставляя врачебное дело и литературу, автор подчеркивает их разницу в деле восстановления тела и души человека. Сами врачи взыскуют ценности, недовольные препарированием души человеческой, чем зачастую грешит педагогическая литература. Профессионалу-литератору порой нетрудно поднимать эту тему, каковым является, конечно, Сергей Лавров. Но сложно бывает ответить на вопрос, а как достичь искомой ценности? Как воспитать вот эту ценность в молодой душе? В качестве эксперимента автор, педагог сам и журналист, в общем, очень широко такой образованный человек, предлагает сопоставлять автор века нынешнего и века минувшего. Но, на мой взгляд, для того, чтобы сопоставлять автора века нынешнего и века минувшего, надо иметь хорошо подготовленный класс. Это очень сложно. И, конечно, быть самому человеком, который горит своим делом. Но это тоже не всегда встречается, и с этим тоже сложно, потому что горению свойственно когда-то гаснуть. Ни один выпуск альмонаха ступени, все номера практически, не обходится без очерков Николая Герасимова Никаса. Как правило, он посвящает свои очерки событиям Великой Отечественной войны, как параллели к дню сегодняшнему. Как и в альмонахе ступени 2022. Здесь напечатанный очерк «Западная лица. Долина смерти» есть теснейшее переплетение военных событий Великой Отечественной войны и 2022 года. То есть он не столько показывает события 2022 года, сколько как бы в концентрированной форме хочет взять тот нравственный сгусток, который оставили нам события Великой Отечественной войны. И он помогает понять, что закалка характера на войне, особенно мужество, вера в правоту защищаемого дела, профессионализм не только обеспечивает выполнение приказов, но и откладывается в генах поколений, в национальном коде, что и составляет завет прошлой генерации к будущему. Рискованным контрастом, на мой взгляд, очерк у Никаса становится биографическое эссе с субъективными мировоззренческими акцентами Олега Михайловича. Очерк его называется «Погоны». Он посвящен теме армийских нравов. Понятно, с таким очень резким критическим взглядом на эти нравы. И он поднимает вопрос чести у людей в погонах. Поднимает этот вопрос чести, как она одна... Значит, это вот событие, то, что с ним случилось, я поэтому советую прочитать этот учерк, он очень любопытен. Так вот, он пострадал от того, что он не увидел в молодом офицере чести, будучи ребенком. И это отложилось на его, так сказать, нравственном мире, на его взгляде, и на его, в конце концов, убеждения. Он показывает подноготную армейской жизни морской, которая очень живо напоминает поединок Каприна. И опираясь на обрезавшийся в память юношеский эпизод, и далее опираясь на сложившиеся под этим впечатлениям факты биографии и складывающиеся взгляды, автор задает вопросы, которые могут противоречить его дальнейшим убеждениям, его умственным конструкциям. Он противоречит как бы сам себе. И возникает вопрос, не устарели ли его взгляды? Не ведут ли они к неизбежному раздвоению такому? Финал убеждает в том, что взгляд автора на людей в погонах законсервирован, но все-таки подвержен корректировке в каких-то новых обстоятельствах, возможно. Пример тому, беседа на авианосце со взаимными пожеланиями смотреть друг на друга не через наводящие устройства корабельной пушки, а с глазу на глаз. Дальше Михалевич пишет о том, что ибо жизнь, как и вода под корпусом корабля, все время меняется, а не так и с человеком. Залогом к духовному здоровью человека всегда является единение с природой, труд по ее преображению и служение человеку, а также дружба с братьями нашими меньшими животными. И вот этому посвящены замечательный рассказ Валентины Киселевой «Калина», Александра Колесника «Анюта» и Дмитрия Коновалова «Разлад и Тишка». К этой же группе примыкает и Юрий Москаленко, изображая природу, изображая животных, соревнуясь со знаменитыми стилистами, изображавшими природу, которая была ими показана вечно обновляющейся. А вот этого вечного обновления, к сожалению, помысливая Москаленко, человек не всегда замечает. Вот я хочу вернуться к Валентине Киселевой, к ее рассказу «Калина». Сама Киселева, воспитанная неповторимой природой Украины, становится бытописателем родной Покровщины, и она, как и Александр Колесник, убеждены, что разрушать традиционное единство матери, природы и человека невозможно, нельзя, без ущерба для личности. Дмитрий Коновалов добавляет к этой не новой, но вечно живой идее мысль о разладе этого единства, вносимом сегодня в жизни поколения 70-80-летних технико-цифровыми новшествами, нарушившими, по его мнению, тот вековой семейный уклад, где есть основа душевного взаимообмена супругов. Не отделим от этого единства и щенок-тишка, о привязанности которого невозможно читать без волнения. И последняя группа очерков, которую я объединяю, посвященная ярким, талантливым людям, к сожалению, ушедшим от нас, ну, безусловно, не подлежащим забвению, а также очерки я выделяю, посвященные чудодейственной силе искусства. В памяти ушедшего недавно от нас Владимира Бахромеева посвящены очерки Лидии Давыденко, Ивана Привалова, Эльвиры Поздней. Эльвира Поздняя к нему как к живому обращается. И это очень и очень волнует. Лидия Давыденко подробно останавливается на творчестве Владимира Бахромеева, выявляя то, что останется в нем ценного для потомков. Будучи богатым духовно, Владимир Бахромеев видел людей и делал предметом своего опера наших поэтов, Эльвиру Позднюю и Эляну Судине. Он очень интересно, с большой любовью, таким глубинным уважением говорит о них, и говорит о них, что они, собственно говоря, люди не только от республиканского масштаба, но и масштаба более широкого. Значит, поскольку Владимир Бахромеев и военный писатель, тема его военная жизнь, военная действительность и литературная жизнь, Лидия Давыденко называет его, характеризует как соборное сердце. Ценную во многих отношениях зарисовку личности Петра I дает Светлана Советская во фрагменте ее крупной работы «Свет отражающий» в 1703-1745. Эта тема и ее яркое, выпутывое решение особенно нужны сегодня, потому что в западном мире гуляют представления о русском царе, о Петре I, навязанной, на мой взгляд, пасквилем Кристины Соболевской, Петру Императоре. У Савицкой Петр I изображен рожденным в роскоши, но ведшим совершенно другой образ жизни. Все окружение, да, вся жизнь Петра I всецело принадлежала России, и поэтому он вел ту жизнь, которая именно вела к тому, чтобы свою страну поднять. Мы знаем, насколько это сложное дело. Подданные Петра и воспитатели его подчеркивали, что для него во всем важны были содержание, а не форма. Такую русскую духовную традицию не постичь и народцам, особенно намеренным пасквилемкам. Своеобразную версию поэзии и прозы представляет собой очерк Елены Шеремет «Боюсь не смерти я, о нет, боюсь исчезнуть совершенно». Цена – это деликатно набросанная связь времен. Духовно вскрепляющее поколение русских людей. Уникальная цепочка. Михаил Юрьевич Лермонтов, Шан Гирей, мама Лены Шеремет и сама Лена. Удивительно, так сказать, яркий, живой такой очерк, который читается просто взахлеб. По ходу этого увлекательнейшего рассказа хочется заметить, что пророческая мощь Лермонтова проявилась уже у 16-летнего Лермонтова. Леночка пишет, что он пророчествовал в более позднем периоде. На мой взгляд, у него есть стихотворение 1831 июня 11 дня. «Кровавая меня могила ждет, могила без молитв и без креста». Он уже видел свой кровавый финал. «Неутомимым певцом искусства выступает Александр Гладких, к счастью, оставивший нам свои воспоминания, которые так бережно собирает, печатает и популяризирует редакция ступеней». За это ей огромное спасибо. И Лизия Королева тоже принимает. Да, безусловно. В заключении остановлюсь на двух примечательных очерках. На мой взгляд, примечательных. Очерк Рабиновича, Иосифа Рабиновича и очерк Александра Отнянского, незавершенка. Оба автора израильские. Значит, вопрошение судьбы давно волнует Иосифа Рабиновича. Он посвящает в основном свои очерки, материалы, которые он присылает нам, он адресует судьбе. Это неудивительно, потому что у человека на склоне лет естественно появляется желание, когда переваливает за половину жизни, еще больше, желание все-таки вопрошать судьбу и получить в нее ответ. Конечно, этот ответ будет дан читателям, но вот, может быть, в синтезе вот этого ответа и вопроса, может быть, человек сумеет осмыслить и свою жизнь. А вот Александр Акнянский нащупал интересный нерв не только нашей вчерашней, но и сегодняшней жизни. Этот нерв незавершенность дел, недооконченность. Раньше был мотив спешки, а сегодня недооконченность дел, незавершенность их. И это особенно начинает ощущаться, вот как и у Иосифа Рабиновича, когда жизнь переваливает уже за половину. Появляется какая-то интересная вязь. Переход из, значит, ты строитель собственной жизни в какой-то мере, безусловно. Затем это переходит в жизненную проблему. Строительство собственной жизни переходит в жизненную проблему ее осмысления. И сам автор говорит, а потом быт переходит в бытие. Это неизбежно. И сам автор говорит в этом очерке, что вот та проблема, которую он поднимает, она специфическая проблема, увы, нашей сегодняшней действительности. Благодарю вас за внимание. Благодарить основных наших докладчиков и влечить им благодарность Безгарственной Ассоциации Писателей и Публицистов. Сейчас мы позволим себе небольшую музыкальную паузу. И я приглашаю к инструменту Лидию Королеву, пианиста и композитора, а также Елизабет Орлов, солисты. Я здесь по воле рога вместо своего мужа с музыкой бывает своей, бывает не своей. Сегодня со мной человек, с которым мы почти с самого начала от приезда в Литву. Очень-очень много лет. Это француженка, потомок эмигрант из первой волны, русская и француженка. Она графиня Орлова по папе и Елизабет Мельчихседер по маме. Она поет одинаково хорошо и на русском, и на французском. И сегодня вы услышите нас на французском языке. Мы споем шансон косма, его знают все на русском, опавшие листья. А потом мы споем жизнь в розовом свете. Вот это я не помню. Спасибо. Мне, наверное, надо открыть. Потому что они очень мелкие. Глокие? Нет, нет. Музыка. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok